Всем привет. Сейчас у нас почти 8 часов. Я мчу просто. Такса дорогущая. Мчу на остановку. Мне на 8.40 пышки в университетскую клинику. Короче, туда прям в областную больницу к аллергологу нужно. Вот, взяла все документы, маску, паспорт. Короче, бегом. Короче, вызывала я все-таки такси. Сначала такси было 10 чем-то там рублей. Доехала сюда за 6. Короче, я уже на территории. Пойду искать, где регистратура. Я уже забыла, там, по-моему, в пятом или в каком-то корпусе. Фиг его знать, не знаю. Короче, у меня 20 минут до приема. И сопли так дико текут. Просто жесть. Ой, я могу. Блин. Если скажешь, что это вообще не аллергическое, то это будет вообще просто что-то чем-то. В итоге мне сказали, что типа к терапевту направят этому. Не знаю. Я вообще подозреваю. Так, приемное отделение. Я вообще подозреваю, что у меня, наверное, это все из-за носа вообще. Потому что как-то, блин, сначала пересыхает, потом сопливит. Фиг поймет. О, все туда идут. Значит, и мне туда надо. Ой, ой. Все, оформилось. Короче, еду под кабинет. Ну что, ничего не сказали. Толком. Короче, до 14-го мне нужно сдать тест на коронавирус. И 14-го явиться сюда. Ну, то есть не сюда, в смысле, в поликлинику, в больницу на буденного. Там, короче, аллергологию сделали. В итоге меня кладут в больницу на 10 дней. 8-10, он сказал. Ну, зашибись. Днюха моя будет в больнице. А я тебя узнаю. Блин, офигенно. Я уже подхожу к квартире на Щерса. Я решила отработать ее. Потом свою работу и квартиру в том же доме, где я работаю. Чтобы не ходить туда-сюда. Короче, позвонила Денису. Сказала про вот эту всю фигню. Ну, в итоге, короче, я не знаю, как они там будут в уроке делать. Но как-то будут. Ну, а как еще быть? Будет как-то, я не знаю, звонить, наверное, будет, собственно. Сегодня, конечно, я бы хотела не лететь домой, а чтобы она сама попыталась, короче, дойти к школе. Назад-то уже она ходит только. А вот туда, ну, туда обычно машин практически нету в это время. Потому что обед, в итоге, не зря я ее отдрюкала. Ну, мне сказали, что, ну, это нереально сделать. Приезжая туда-сюда, надо реально обследоваться. Ничего не пустить. Все, первая квартира готова. Сейчас поднесут постельное, застелю. Цветочек, смотрите, до сих пор цветет. Катя, с которой я работала, вообще сказала, говорит, мне пофиг, типа, на него. Пусть хоть умрет, типа, ну, потому что мы постоянно все говорили этим людям, чтобы они там не забывали поливать. В итоге, вот, она говорит, типа, пофиг на него. Я говорю, блин, я его в обиды не дам. В итоге, вот один такой цветок. Это, я не знаю, какая-то, блин, мутация с ним произошла, что он такой зеленый. А эти два беленькие. Ну, вообще, красота. А он-то еще так разросся. И, кстати, про этот цветок говорят, вот, чем он гуще, тем он и цвить будет, ну, больше, чаще. Если посадить, как я, вот, разделить прям поодиночке, нифига не будет. Я вот заметила тоже, что у меня, когда густо сидели вазоны, они цвели, и вообще, блин, ну, я как-то показывала, как бешеные. А так, все, фигу. Все, осталось выбросить мусор, отработать квартиру. Ну, короче, я так смотрю по времени, я, наверное, не успею все-таки Полину завести, даже собрать, поэтому будет она собираться сама. Потому что мне еще где-то по подсчетам, ну, наверное, часа два точно. А ей уже через полтора выходить. Ну, я потом, как справлюсь, сразу в поликлинику поеду, мне надо, чтобы ПЦР-тест этот выписали, ну, направление дали. Ну, в итоге сейчас час дня, я на квартире, тут снимаю постельное. Вроде не так уж и грязно, но все равно, смотрю, не успеваю. Короче, сказала ей одеваться, и где-то через минут сорок она же будет выходить из дома. Вот, ну, мне, в принципе, чтобы не лететь уже прямо домой, вот, то я сразу поеду в поликлинику, а она пусть уже пробует дойти. Вот, поэтому, вот так. И я что-то подумала, я, наверное, им возьму каких-нибудь там, не знаю, там всякой колбасы, сосисок, они сами купят. А уже, чтобы не жарить, допустим, Денису там котлеты какие. Я, наверное, куплю котлет побольше, может быть, завтра или послезавтра. Нажарю и заморожу. Кстати, многие так делают, и ничего нормально. Ну, как бы, нажарю, чтобы они уже там не жарили, и все будет прекрасно. Все, короче, занимаюсь квартирой. А там уже как мультиваркой пользоваться я им уже показывала. Постирать надо будет вещи полностью все позабрасывать. Мойки вот эти вообще херня какая-то, вон, такие разводы, капец. Короче, перестираю вещи, приготовлю, что там одевать. Уберу лишние книжки, чтобы он не этот самый, не путался где что, потому что там еще есть вторая часть книжек, поэтому, чтобы они случайно не выучили ни в той книжке, блин, уроки поэтому. Вот, ну и сегодня будем уроки уже как учить с малой, то я уже ему там покажу примерно, что и как. Ну, и факт, что будет по вайберу мне, не знаю, сбрасывать, наверное, чтобы этот, их перепроверить. Я им это решу. И будут, короче, так вот заниматься, чтобы потом себя проверили. Просто решение потом пришлю, что она там нарешает. Вот, все. Средство очень хорошее, потом на сухо вытираешь. Разводов нету потом на этой мойке. Вообще классное. Все, короче, Полина уже в школе, начался урок. По телефону я послушала, что она закрыла дом, оставила, короче, ключ. Потом она будет ключ этот с собой носить. И, короче, все, в школу она дошла прекрасно. Сама. Офигеть. А я сейчас вынесу мусор. Вынесу мусор сейчас и в поликлинику сразу еду. Все, иду в поликлинику. Приехала сюда прям под нее практически. Вот. Пойду, короче, выписывать направление на ПЦР-тест. Он делается три дня, поэтому мне сказали с ним не затягивать. Потому что 14-го написано в 9 утра. Я уже должна явиться на Буденного в приемный покой туда. Вот так вот. Сейчас еще тут спрошу, что мне с собой вообще брать. И сейчас спрошу у хозяина этих квартир, когда ему лучше, чтобы я в мосты поехала, блин, с этим паспортом. Во вторник. О, дядьки. Во вторник. Либо могу завтра поехать, если квартиры, допустим, не будет. Я уже сюда, блин, как в дом родной, е-мое. Вторую неделю. Я уже возле дома. Этот, я тут села, короче, под баней сижу. Этот прискакал прям. Ой, ой, ой. Давно не виделись, да? Кс. Кс, бубенец. Куда ты прыгнуть хочешь, а? О, видел бы, Олег, что ты на столе сидишь. Ты бы получил по ушам. Что от щипа? Кс-кс-кс. Все равно стол моется всегда, поэтому ничего страшного. Иди сюда, иди сюда. Идорик. Федька, красавчик. Ты что, регулярно лазишь по этому столу, правда? Или нет? Что ты, куда ты все хочешь? Хе-хе-хе. Короче, мне дали на ПЦР-тест направление в понедельник. Это будет 12 число. Сделать мне нужно тест с 12 до полвторого. Ты что чашешься, блохи? До полвторого. Потом написали мне в 15... Сколько-то там... Сейчас посмотрю. О, блин. Вообще баклажан. В 15.45 у меня в 332 кабинете будет платно все-таки этот... УЗИ брюшной полости. Я пошла, попросила. Говорю, меня в больницу, короче, будут заваливать, блин. Ксс. Красавчик. Говорю, меня будут в больницу заваливать, говорю, 14 в 9 утра. А, собственно, УЗИ у меня на 14.40. Я говорю, пожалуйста. В любой день до вот этого. Можно или нет? Ну, у меня оно платное. И так было там 13 рублей. Я говорю, пожалуйста. Я могла бы хоть и сегодня, если бы место было. Но этот... Ну, короче, все. Сказали в понедельник какую-нибудь легкую кашу, блин. Либо что-нибудь съесть. И... А, еще в 19.45 у меня будет терапевт в понедельник. ПЦР, собственно, будет готов. И... И че еще? И че? Еще? И че? ПЦР будет готов. И должны сделать выписку. Ну, выписку из амбулаторной карты. Кс-кс-кс. Красавец. Ой, боже. Погляньте на него. Какой, какой. Что, нравится улица тебе? Он наверх хочет. Потому что туда коты обычно прыгают и спят там. Я еще заходила в магазин. Сейчас поднимусь домой. Покажу, че купила. Что? Ты че тяжешься? Я не знаю, что с ним такое. Иди, хочешь сниму этот ошейник? Просто ты такой красивый в нем. Кс-кс. Ррр. Ого, господи, болван. Ля, блин. Вот аж вообще залез так залез. Все, пойдем домой. И у нас стоит якобы дождь, что будет. Но пока что... Если будет дождь, я подойду с зонтиком. И надо будет Полине, наверное, оставлять мой зонтик. Я покажу, как им пользоваться. Потому что ее это... Ого, господи, кот! Потому что ее эта трость сильно большая. А мой можно положить в рюкзак. Ого, господи, кошмар. И вот так вот сегодня целый день. Что? Отражение видишь в этом зеркале? В этом, говорю, в зеркале. В окне. Итак, мои покупочки. Купила. Две последние вот такие упаковки Lucky Boy. Полина придет, с ней откроем. Посмотрим, что там. Что-то такое. Уже он что-то чувствуется. Не знаю, что. Не буду я без нее открывать. Купила батон. Колбаску. Оригинальная застольная. Сыр копченый без сорта. Короче, чисто на бутерброды взяла ее. И собаки колбасня. Дальше. Латте. Мое любимое молочко. Капучино. Варенки. 900 с чем-то грамм. Очень классно, когда пожаришь. Очень вкусно. Вот такие вот две шоколадочки. По 79, по-моему, на акции копеек они были. Так, Денису. Йогурт. Полине. Такой йогурт. Ну, завтра выходные, поэтому вкусняшки как бы она уже распределит, когда ей съесть. Два йогуртика. Один персик, второй черника. И что еще? А, и сыр, собственно, для бутербродов. Взяла вот такой вот статный. Не знаю, вкусный, невкусный. Первый раз его беру. Чисто на бутербродики. Все, я это разгребаю. Сейчас домою посуду. Что он тут вчера готовил. Нажарил картошки очень вкусные. Мы поели с луком, с салом. Вообще было вкусно. Вот, хочу ягоды вот эти вот выкинуть. И там еще компота немножко сейчас попью. Вот, я сейчас это поубираю. И забацаю легкий марафет. Волосы сегодня утром мыло. Ну вот, надо, короче, немножко привести все в порядок. Ой, кто это такой? Сам пришел? Сам ходил? О, кошак побежал встречать. Бубенцами звенеть. Динь-динь-динь-динь. Быстрее, быстрее, быстрее. Потому что холодно, капец. Я не могу. Смотри, что попало. О, еще одна такая же. И ладно, смотрите, после физры, как она пялила. Как, бляха, так можно? Ладно, пуговицы, правильно? Этот шиворот на выворот. Ну, вообще, кобздец. О, это физра последняя была. Забыла. Охренеть. Это тебе так жарко в шапке? Или это так на физкультуре набегались? И то, и то. Ты хоть смотри, господи, как ты напяливаешь. Фигеть, если ты так на уроках будешь. Да дурдом вообще. Так, давай вторую посмотрим. Ну, тут только, по-моему, этому. У тебя оранжевая такая, да? Или такая же? Оранжевая была. Сейчас в этом позырим, что. Сейчас прикол еще один будет. А во второй пачке какие-то человечки, из которых можно между собой скрепить. Вот они могут взяться за ручки. Скрипи одного какого-нибудь. О, тут, короче, всякие... Ну, фокусируйся. Не хочет фокусировать, скажем. Всякие человечки, зайцы и прочее. Вот, они типа вот так могут соединиться. Блин, одной рукой неудобно. Ну вот, что-то типа того. Тут еще котик есть. Можно все что угодно тут делать. Тут и зайцы, и обезьянки какие-то. Ну, какая-то фигнюшка. Где обезьяна? Вон, где-то была обезьяна. Вон. Ну, короче, вот, что можно с ними делать. За ручки они могут держаться. Устраивать можно как хочешь, как солдатики. Покажи. А с этой стороны покажи, что нарисовано. А, ничего, просто. Ну, короче, такая вот приколюха. Прикольно. Все, переодеваться. И в следующий раз, блин, как пойдешь, чтобы нормально смотрела. Ты точно так не ходила? Это на физкультуре ты так оделась? А это музыка. Ты на физкультуре так оделась? Или ты так ходила? Я сейчас снимала это. А, ну, знаешь, на физкультуре. Кошмар. Швами, блин. Ну, как бы, чтобы она была на уроках, ей бы сказали, по крайней мере, как минимум, пойти переодеть. Ну, вот. Ну, в физкультуре такое вот уже не первый раз вижу, в принципе. И физра последняя была. Я тут стою, короче, бутики делаю. Решила все-таки хлеб пожарить. Чтобы вкусненько было. И с кофейком попью. Это выпустила крылья. Ах, я тут стираю. О, боже. Ну-ка, миску подними. Кошмар. Что? Ничего. О, сидит тут, короче, капец. Сделала какую-то клетку. Это не клетка. Не грызи. Давай ешь. Не грызешь. Она, блин, за большая для этого загона. Не выверни. Не. Сейчас будем кушать. Вкусненько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok